Международный женский день во Владивостоке ежегодно отмечается различными соревнованиями, в которых, конечно же, главная роль отводится девушкам. Но не каждая дама осмелится в честь праздника сойтись в полноконтактных поединках по джиу-джитсу. Как бы то ни было, такого рода турнир собрал в Приморской столице порядка 70 юных спортсменок. Девочек всегдашних так много, тем более в единоборствах. Разряды надо получать, а надо практику получать, а надо работать. Вот поэтому лишний раз не будет им позаниматься, тренироваться раз в год. Девочек увеличивается с каждым годом. Не могу сказать, в какой прогрессе, но они приходят. Такой турнир проводится уже второй год подряд. И, как отмечают организаторы, задумка удалась. Зрелище получается действительно уникальное. На ковре встречаются спортсменки в возрасте от 10 до 18 лет. Сражаются, не жалея ни себя, ни соперника. Для одних это проверка перед выездными соревнованиями, для других – первый боевой опыт. Мы приехали за победой. Да не то чтобы. Вообще, в принципе, любые соревнования – это драгоценный, неисчерпаемый опыт. То есть, конечно же, в спарринге с человеком, которым ты соревнуешься, вы обмениваетесь опытом, получаете какие-то знания. Подобные поединки, так называемые «какута кумите» – довольно суровая дисциплина. Но, несмотря на это, джиу-джитсу, параллельно с теми же боксом или тэквондо, привлекает с каждым годом все больше представительниц слабого пола. Любят наши девушки постоять за себя. Иногда карьера в этом виде спорта даже становится этаким семейным делом. Мы уже четыре года занимаемся под руководством Константина Николаевича Грицаенко. Я сам его воспитанник. Теперь передал ему в руки дочь. Четвертый год занимаемся, имеем определенные успехи. На прошлом женском турнире мы одержали победу, унесли кубок за первое место. По итогам продолжительных боев лучшие спортсменки получили свои заслуженные награды и важный опыт перед новым сезоном, в котором девушек ждет череда серьезных соревнований. Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.